МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня большой праздник, праздник Сабантои, и вечером, когда гости столицы уже освободятся с мероприятия основного Майдана, они могут посетить парк. В 6 часов на главной сцене начнется концертная программа, в ней примут участие, как и всегда, как каждый день, два района Республики Татарстан, представят свою программу. И после этого начнется концертная программа звезд татарской эстрады. Там будет Венера, Ганиева, Казань, Гитлярея, ну и многие другие. И, конечно же, в финале, как каждый день, будет шоу Цирка Дюссалей. Ну, такая звездная программа. А как вы, в принципе, верстали эту программу? Потому что публика очень разнообразная. И дети, и взрослые, и иностранные гости, и казанцы, и татарстанцы. Как подбирали все пункты? Ну, конечно, мы старались определиться на несколько тезисов, такой, как представить культуру народов Республики Татарстан. И поэтому мы проехали практически все районы, выбрали лучшие коллективы. И каждый день мы их показываем на сцене. Обратились за помощью в студенческие клубы, студенческие союзы областей и районов России. Оттуда приехали артисты-волонтеры, и каждый вечер они показывают программу. Ну, и кинули клич по всем тем, кто хочет выступить на сцене, заявить себя на универсиаде. Ну, и показать определенный культурный уровень. Хочется отметить, что, конечно, большинство из артистов, которые выступают на сцене, это волонтеры. Которые просто получают огромное удовольствие от того, что пребывают в парке универсиады. Ну, были и такие звездные, там, цирк Дюссали, Тесла-бой. С ними тяжело ли было вести переговоры, или, в принципе, все сразу соглашались, как слышали, об универсиаде? Я так... Я хочу заметить, что, конечно, были некоторые аспекты, но мы всегда приходили к согласию. Они шли к нам на встречу. Там, где заходили вопросы о каких-то райдерах, мы всегда находили консенсус. А как долго шли, например, переговоры с цирком Дюссалей? Какие-то сроки есть? Ну, сроки я так сразу не назову. Переговоры были достаточно длительные. Но то шоу, которое сейчас показано, оно показывает огромный объем работы, который был проведен цирком. И самое главное, хотелось бы отметить, что в цирке принимают... В этом шоу принимают участие дети из Казани. Они отдельно специально отбирались. Каждый день на главных ролях два артиста из Казани, они постоянно присутствуют каждый день на шоу. И 20 детей каждый день в массовке участвуют новые. То есть каждый день они обновляются. Вот, поэтому хотелось отметить, что, несмотря на какой-то срок переговоров, мы пришли к очень интересному продукту. Но в понедельник у нас цирк отдыхает. Что в этот день ждет? В понедельник цирка Дюссалей не будет. Хотелось бы сразу всем об этом заметить, всем зрителям, которые придут. Но хочется вообще заметить, что цирк Дюссалей является лишь частью концертной программы парка. Очень много интересного с шести часов на большой сцене. Поэтому просьба ко всем посетителям приходить пораньше. Приходить к шести, к пяти. И обязательно обращать внимание на основную сцену. И 15 июля на этой сцене состоится мировая премьера оперы «Акбуре». А что мы увидим? Как подготовить площадку для «Акбуре»? Немного мы будем перестраивать сцену, перенастраивать свет. Потому что все понимаем, что эстрадный концерт несоизмерим. С симфоническим оркестром, с государственным ансамблем песни и танца. Действительно громадина будет происходить на сцене. Будет поставлен отдельный портер на 400 мест. Я думаю, что каждый пришедший в этот день в парк нисколько не пожалеет, что он пришел именно в этот день. Я хотел бы еще сказать, что в этот день будет вход абсолютно всем бесплатный. То есть уже билеты на соревнования тоже не нужны? Билеты 15 июля не нужны будут. То есть можно будет прийти и насладиться этим шоу. А сколько уже человек посетили парк? Потому что каждый день мы видим, что люди идут, идут, идут. На данный момент есть официальная цифра. Порядка 122 тысяч за весь период работы парка посетили парк. Ну, конечно, основной поток идет вечером. Вчера мы получили цифру порядка 300 тысяч. 30 тысяч. А с каждым днем, наверное, растает еще эта цифра. Люди узнают, приходят. Все больше и больше. Да. И какие самые интересные, не знаю, моменты будут в ближайшие дни, что мы увидим? Для себя, может, вы выделяете. Ну, хотелось бы отметить, что про 15 июля мы уже сказали. 14 июля, то бишь завтра, будет день одного из... Один из наших партнеров, партнеров универсиады представляет свой день. Там будет группа смысловые галлюцинации, лепреконцы, будет диджей-грув. Вот. Также вечером опять же будет шоу. Впереди нас ждет 16 июля. Это так называемый день чемпионов, когда мы будем подводить предварительные итоги. Итоги, насколько мы все знаем, очень хорошие. Будем честить чемпионов. Там будут выступать послу универсиады, такие как Эльмира Калимулина, Джубокс. 17 июля на больших экранах мы будем смотреть церемонию закрытия. И готовиться к закрытию парка, так сказать. То есть это будет финальный день, последний день работы парка. 17 июля парк закрывается. Многих волнует вопрос, а что дальше? Эта площадка полностью перестроится, это будет обычный парк, к которому привыкли казанцы. Уже есть планы по дальнейшему использованию всего пространства? Ну, как мы можем заметить, в этом парке достаточно часто проходят городские мероприятия. Касаемо универсиады, это будет крайняя точка работы парка. И после этого начнется демонтаж, мы будем разбирать конструкции и приводить в парк порядок. После этого мы войдем в обычный формат. И думаю, что, может быть, 30 августа там будут проведены какие-то мероприятия. Спасибо вам большое, Марат. Напомню, с нами был в студии Марат Закиров, управляющий парком универсиады. Наше интервью вы также можете посмотреть на сайте trt.ru. Мы продолжаем.